МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый рабочий день в Краевическом музее. Новый директор. Вопиющий инцидент в Бийске жестоко избили 11-летнего мальчика. Причем прямо в школе его же одноклассники. При этом педагоги конфликт не видели, да и не смогли вовремя рассмотреть последствия для здоровья ребенка. Но между тем пострадавший мальчик сейчас находится в больнице. Конфликт случился в понедельник, 10 сентября, на перемене перед последним уроком. В итоге 11-летний Илья, имя мальчика по просьбе родителей мы изменили, получил тяжелую травму головы. Он сидел на уроке, ему стало плохо, он упал. Учительница решила литературой, что он уснул. Разбудила она его, растолкала. Он очнулся, сидел и дальше сидел, продолжал. Весь класс засмеялся. Второй раз мальчик потерял сознание уже на пришкольной территории. Прохожие привели ребенка в сознание и завели в школу. Метработника в учебном заведении не оказалось. Вызывать скорую дежурный тоже не стал. Медик не дежурит? Медик у нас сейчас в отпуске, здравоохранит вот так. Позже спустился классный руководитель. Педагог попросил учеников проводить пострадавшего до дома. Кстати, сейчас он находится в больнице с сотрясением головного мозга. Ситуацию взял на контроль Следственный комитет края. В рамках проверки будет дана правовая оценка как действиям лиц, причинивших вред здоровью несовершеннолетнему, так и сотрудникам общеобразовательного учреждения, которые не предприняли достаточных мер к урегулированию конфликта между учащимися и не предотвратили травмирование школьника. Следователи вынесут процессуальное решение не позже середины октября. Елена Макаренко, Евгений Плохотин. Наши новости. Неожиданное продолжение получила история, которая живо обсуждалась в Барнауле в середине лета. Напомним, шестилетний мальчик в одиночку прошел несколько километров по улицам города, когда о нем якобы забыли сотрудники детского лагеря. Туда его отдали родители, чтобы он был под присмотром. Благо, мальчик тогда без проблем добрался до дома. Правда, спустя два месяца после ЧП, по словам родителей, виновные так и не понесли наказание. Пятница 13-я для Дарьи едва не стала роковой. В тот день девушка должна была забрать сына из детского лагеря в одном из барнаульских спортивных клубов. Приехала, как обычно, в районе шести вечера. Оказалось, что ребенка там уже нет. Он долго стоял вот здесь, вот возле Адриатики. То есть все родители разъехались, он остался один. Он дошел до конца. То есть, получается, родителей не было. Но минут 20 он тут ходил один. То есть никто из вожатых, из взрослых вообще не вышел. Смена в тот день закончилась раньше обычного. Только об этом, уверяет Дарья, ее не предупредили. В итоге ребенок, не дождавшись родителей, пошел домой. Помню о том, что мама с папой на работе направился к бабушке. До цели пара районов-кварталов, оживленные перекрестки и более пяти километров. Один в городе, к счастью, обошлось. Зашла на ресепшн. Стоит наш вожатый. Я говорю, я пришла за своим ребенком. Он говорит, за каким ребенком? Я говорю, как за каким? За своим, за Захаром. Он говорит, а его нет в лагере. Я говорю, в смысле нет его в лагере? Он говорит, а его никто не мог забрать? Я говорю, вы такой мне вопрос задаете, говорю. То есть вы детей можете отдавать всем посторонним людям? Поход из клуба зафиксировали десятки видеокамер. Эти доказательства Дарья вместе с заявлением передала полицейским, которые были вызваны на место. Прошло ровно два месяца. По заверениям мамы Захара, никаких извинений, никаких действий со стороны правоохранителей не последовало. Свою позицию нам сегодня озвучили представители клуба, при котором работал лагерь. По данной ситуации правоохранительными органами проведен комплекс проверок, после которых нарушений и халатного отношения со стороны Велнос-клуба Адриатика не установлено. Имеются документы. Тем не менее, родителям мальчика в самом начале принесены извинения от руководства Велнос-клуба Адриатика. В последнее время это уже не первый случай, когда маленькие дети самостоятельно гуляют по Барнаулу. Не так давно двухлетний малыш ушел из детского сада. Через несколько часов ребенка нашли в соседнем торговом центре. В отделе игрушек тоже обошлось. На память сотрудники магазина вручили потеряшке ту самую машину, ради которой он покинул дошкольное учреждение. В случае с Захаром потребовалась помощь психологов. Ребенка мучили ночные кошмары. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня наши новости направили запрос в Главное управление Министерства внутренних дел края, в котором попросили ответить на ряд вопросов, в том числе, почему Дарья Петухова так и не получила какой-либо ответ со стороны правоохранителей. Но мы будем следить за развитием этой истории. Детские сады Барнаула, которые стали победителями городского конкурса, до середины октября получат обещанные денежные призы. Сегодня муниципальная комиссия озвучила итоги голосования. 9 сентября все желающие могли отдать свой голос за лучший, по их мнению, детский сад. Участие приняли более 70 тысяч человек. Например, в Центральном районе первое место досталось детскому саду номер 208, а в Железнодорожном больше всего голосов набрал 94-й. Победители получат, соответственно, по 500, 300 и 200 тысяч рублей. Из новых детских садов в данном конкурсе победил только один. Это микрорайон «Спутник», который построен был недавно. Все остальные детские сады имеют достаточно солидный возраст, и поэтому вот то подспорье, которое они получат, действительно поможет им достаточно хорошо пополнить свою материальную базу и, прежде всего, методическую базу. По словам Натальи Полосиной, подобное голосование пройдет и в следующем году, только из списка претендентов на денежное поощрение исключат сегодняшних лидеров. Барновольские хирурги вместе с врачами из Новосибирска и Санкт-Петербурга продемонстрировали мастер-класс по уменьшению желудка. Из операционной провели видеотрансляцию с комментариями специалистов. Свой опыт они решили передать врачам со всей страны, ведь в России с каждым годом увеличивается количество людей с избыточным весом, которым консервативные методы лечения уже не помогают. Это внутренний мир женщины, которая весит 155 килограммов. В железнодорожной больнице пациентки делают операцию по уменьшению желудка с шунтированием. Продолжительность от одного часа до четырех. Сегодня таких будет три. И за каждой в режиме онлайн-трансляции следят хирурги из Новосибирска, Новогузнецка, Томска, Красноярска. Для трех пациентов бариатрическая хирургия стала единственным способом, чтобы выжить. Другие методы лечения бессильны. Безобразие творится на телевидении. Нам показывают, когда борются с толстыми, прежде чем их поставить на тренажеры передачи, их там обследовать, чтобы у них сердце было нормальное, и все остальное, чтобы они у нас на время передачи не померли. И потом вот эти вот центры, где так называемые чистки, похудания, голодом, это вообще издевательство над здоровьем человека. По данным Минздрава, в 2017 году ожирение диагностировали у двух миллионов россиян. Причем Алтайский край – лидер среди всех регионов по перееданию. Диагноз поставили больше, чем 100 тысячам жителей края. Главной причиной специалисты называют несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и низкие зарплаты. Анастасия – сладкоежка, которую из-за лишнего веса бросил муж. В 2014 году ей тоже сделали операцию, но девушка вернулась к прежнему образу жизни. У меня появилась сильная дышка, суставы болели, позвоночник болел. Когда мой вес достиг 120 килограммов, мне было тяжело подняться даже на второй этаж. После этого я решилась на операцию. Потом была реабилитация, и вот это, наверное, было самым тяжелым. Обычно пациента выписывают через 2-3 дня, но реабилитация может длиться несколько лет. У некоторых возникает срыв, они не знают, как питаться. Они раньше кушали очень много, а сейчас они уменьшили резко объем пищи. И не происходит удовлетворения этим, что они мало кушают. Сильно пугать нельзя? Психиатру не надо навыкаться. Не всем избранным. Стоимость операции по уменьшению желудка – около 250 тысяч рублей. При этом врачи говорят, не надо ждать от операции чуда. Лучше следить за своим весом. Например, бельгийский математик Адольф Кеттлера считал индекс массы тела здорового организма. Вес делится на рост человека в квадрате. И если индекс превышает порог 30, уже стоит начать волноваться и обратиться к врачу. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня в Барнауле семьям солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, были переданы их останки. Среди погибших Дмитрий Жданов из Смоленского района Николай Корчагин, уроженец Ребрихинского личности. Неизвестных солдат установили по медалям и медальонам, которые поисковики обнаружили рядом с их останками еще в мае. Волгоградская область. Здесь вот непосредственно то, ради чего поисковики, собственно говоря, занимаются, кроме поиска останков, это вот солдатский медальон смертный. Именно в нем хранились данные о солдате. Вот мы видим бланк с этими данными, а также записка, которая была сделана рукой самого бойца. Напомним, в Алтайском крае поисковые отряды появились в 2004 году, и за это время студенты, школьники, преподаватели нашли более 450 останков погибших солдат. Открыть для китайцев Алтай с такой целью в Барнаул приехала съемочная группа из Поднебесной. В Краевой столице они снимают одну из частей будущего документального фильма под названием «Россия глазами китайцев». Что их поразило и удивило, в Краевой столице узнал Илья Кочетков, который присоединился к съемочной группе. Они уже побывали в Дагестане, Чечне, Республике Калмыкия, Астрахани. Теперь Алтайский край, Барнаул. Авторы и продюсер фильма «Джуси» владелец туристического агентства. Его фишка – показывать клиентам так называемые нераскрученные места. Влюбленный в Россию, он решил проехать по российской провинции, чтобы потом, со знанием дела, возить сюда туристов. Фильм, который снимает «Джуси», должен стать своего рода рекламой этих туров. Он уверен, малые города России могут быть интересны китайцам не меньше, чем мегаполисы. Барнаул, как и другие города, в которых мы уже побывали, очень маленький, провинциальный. Я его выбрал в первую очередь, потому что здесь бывает мало китайских туристов. И во-вторых, Барнаул, потому что он очень уютный, спокойный. На мой взгляд, здесь довольно безопасно и хорошая экология, много солнца. Автору интересны не столько достопримечательности, сколько люди. В первый день он встретился со студентами Агука, китайскими, так и российскими. Чтобы показать зрителям, здесь, в российской глубинке, тоже учат китайский язык и знают культуру. Что вам больше всего нравится в Китае? Мне очень нравится китайская культура. Каких знаешь поэтов? Я знаю поэта Либая. Джуси говорит, для многих китайцев русские – боевая нация, агрессивные и опасные люди. Будущий фильм, уверен он, развеет этот миф. Наталья Матвиенко, переводчик, говорит, китайцев особенно поразила непривычная вежливость на дорогах. Едем, и он мне говорит, а зачем ты моргаешь дальним светом? Я говорю, ну, прошу, чтобы меня пропустили. То есть у меня скорость чуть повыше, чем у остальных, прошу, чтобы меня пропустили. И он говорит, да, действительно, пропускают, перестраиваются. Потом говорит, а вот почему он едет и подмигивает, перед ним никто не ехал. Я говорю, ну, он предупреждает, что там полиция. Он говорит, да вы что, у вас даже такое есть. Изучив Барнаул, группа отправится в Горный Алтай, после – в Иркутскую область. Всего Джуси запланировал еще две экспедиции по России, которые состоятся в следующем году. Выход самого фильма запланирован на 2019-й. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. В Государственном краеведческом музее новый директор. На эту должность назначена Наталья Вакалова, которая 11 лет руководила Барнаульским музеем «Город». Только сегодня она приступила к своим обязанностям и пока не может ничего сказать о дальнейших планах развития краеведческого. Вакалова надеется, что к 200-летию музея, которое будет отмечать через 5 лет, проведут реконструкцию здания и частично обновят экспозицию. Известно, что сейчас музеем «Город» временно руководит Максим Калинин. Он был заместителем Вакаловой. Кто станет директором, решит конкурсный отбор. Очень приятно то, что коллективом музея под моим руководством созданы такие хорошие уже, наверное, основы, такая хорошая база, что сегодня за данное кресло начинается практически борьба. Благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей впервые пройдет в краевой столице. Его организатор бизнес-журнал «Автограф» уже несколько месяцев ведет кропотливую подготовительную работу. Подробнее в нашем материале. Вот так, прятка за пряткой, появляется прическа у авторской куклы. В руках мастера Елены уникальная работа. Она создает ее специально для благотворительных торгов. Эти неповторимые куклы станут эксклюзивными лотами в закрытом аукционе, который в конце сентября проводится при поддержке журнала «Автограф». Цель – это привлечь внимание общественности и элиты к проблемам детей с онкозаболеваниями. Формат достаточно легкий, светский. И люди, которые будут туда приходить, они, собственно, ну, помимо того, что они примут участие в неком прецеденте, который еще не был, то есть получат определенные ощущения, они могут приобрести лоты, достаточно уникальные, эксклюзивные лоты, которые предоставили нам известные люди в крае. Уже известно, что свои лоты представят Сергей Шубенков, Алексей Смертин, Евгений Октябрь, полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин. Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд «Мать и дитя». Организация курирует семьи с онкобольными детьми уже 20 лет и знает цену минуты жизни больного ребенка. Здесь оказывают медицинскую, социальную, психологическую, юридическую помощь, помогают в покупке лекарств. Кроме онкодетей у нас есть дети сердечники, то есть кардио, и дети больные муковисцидозом, потому что тем покупаются аппараты, эти улетают у нас на пересадку, допустим, сердечек, мы их потом курируем и делаем. Поэтому сейчас вот лето было очень сложно, очень тяжело, поэтому проведение вот таких вот мероприятий, и тем более еще со средствами массовой информации, то есть с журналами, и с газетами, и с телевидением, я считаю, что это очень хорошо. Подробности участия в благотворительном аукционе вы можете узнать по телефону редакции. Мероприятие состоится в парк-отеле «Солнечный» 28 сентября в 18 часов. Юлия Демидова, Александр Антропов. Наши новости. Напоминаю, телефон у нас в редакции в Барнауле прежней 722 440. До встречи.